Девушки отдыхают Как в 90-е годы голодные артисты становились миллионерами? Могли с одной поездки, например, купить машину, там, да, в течение 3-4 месяцев можно накопить было на квартиру. Кто в 90-е годы наводил порядок за кулисами концертов? Содача была работать с бандитами и убеждать их в том, что у меня все-таки крыша получше и получше, поорганизованнее. Почему в 90-е годы звезд охраняли от малиновых пиджаков? Предлагаются деньги, засовываются в карманы, затаскивание в номер, ну, страшные какие-то вещи. За что в 90-е годы можно было купить популярность? С концерта привез мешок и сразу, не заходя домой, отвез его с поезда прям сразу раз и туда на телевидение. Американ, Американ, Американ Бой 1992 год. Тольятти. Концерт группы «Комбинация». Публика кричит от восторга. Музыканты начинают наигрывать первые аккорды хита «Американ Бой». Неожиданно, на пролом, через толпу на сцену прорывается широкоплечий парень в малиновом пиджаке. Он со своей шеи сорвал цепь золотую. Видимо, он только, то ли отсидел, тогда это же было, как медаль одеть, да, в тюрьме посидеть. Цепь, я не знаю, то есть, ну, я ее отложила на черный день. Я думаю, внукам достанется, потому что она весит, наверное, грамм 400. Вот такая вот богатая, такая золотая цепь. Как он ее сорвал, как у нее голова не отлетела, я не понимаю. То есть, таким красивым жестом, бах, вот, Аленка, там, тебе, и как-то не принять. Он с таким лицом это дал. Я говорю, спасибо тебе, парень большой. Не принять такой подарок в начале 90-х было равносильно самоубийству. После концерта обязательно бы поползли слухи, что Апина правильных парней не уважает, и в этот город въезд певицы был бы заказан. Но это в лучшем случае. А в худшем был бы серьезный разговор после концерта в окружении этих самых правильных парней. Бандюганы уже были вовсю и всюду, уже рэкет появился, все искали легкой наживы. Встречаются два новых русских. Один на рыбалку, другой уже оттуда с полным багажником рыбы. Ну ты в натуре крут, как столько наловил. Чувак, это просто берешь в каждую руку по пять удочек, растопыриваешь пальцы и закидываешь. А наживка? Братан, лови на пол. В начале своей творческой карьеры Алена Апина не раз сталкивалась с бритоголовыми ребятами в малиновых пиджаках. И со временем даже научилась находить с ними общий язык и аккуратно отвергать все претензии папиков на свое звездное общество, а иногда и тело. Однажды на гастролях певицу пригласил на рандеву местный авторитет. Специально выкупил ресторан, чтобы поужинать с известной исполнительницей. Алена понимала, что единственный способ отделаться от навязчивого кавалера было напоить его. Однако даже в нетрезвом состоянии кавалера решил подбросить певицу и продюсера до гостиницы. Пришлось садиться в машину. Я понимаю, что там нужно ехать, я так опуская голову вниз, он говорит, что ты там, говорит мне Вова директор, да что-то мешает. Он говорит, да выкинь ты это. Я так смотрю, что это такое. Я так поднимаю, вот тут у меня, наверное, белое лицо. Это был топор. Причем самое интересное, он был весь в крови. Я не знаю в чьей. Может быть он там порося у кого-то рубал. Может быть я не знаю, что он там. Ну, в общем, вот такие вот были веселые времена. Мало кто знает, в начале 90-х, чтобы устроить выступление артиста, например, в Самаре, нужно было обращаться не в госконцерт, как раньше, а к местной братве. В каждом городе было, как правило, несколько группировок. Договоренностей между ними не было. Кто первый успеет к самолету или поезду артиста, тот и прибыли. Была такая организация, очень могущественная и профессиональная, госконцерт, которая занималась и понимала, что сегодня мы там Сибирь, завтра мы там по Волжье. Ну, то есть была какая-то территориальная и географическая политика. Как только рухнула эта структура, и как только рухнула система планирования, помните, да, такую фразу «плановое хозяйство», ну, конечно, все и кинулись. Тогда искусство продюсеров заключалось в том, чтобы из вереницы трейников и малиновых пиджаков найти нужного человека, который контролировал ситуацию в городе, и заплатить ему. Только после этого можно было надеяться, что концерт состоится. Но гарантий никто не давал. Забрав деньги, рослый парень в тренировочном костюме мог просто исчезнуть из города. Все платили. Не существует ни одного артиста, который бы не платил, и который бы не подвергался нападениям. Были артисты, которые не систематически платили. Были большинство, конечно, процентов 60, которые систематически платили. Может быть, артисты этого не знают. У нас же артисты – это марионетки. Например, это люди, которые не знают кухню, что происходит с продюсером. От продюсера деньги уходили ребятам в тренировочных костюмах. Те, в свою очередь, отдавали большую часть малиновому пиджаку. А уже от него деньги шли самому главному лицу, который отвечал за воровской общак. В 1991 году пятилетний Volkswagen Passat, купленный в Германии за 700 евро, можно было обменять на однокомнатную квартиру в спальном районе Москвы. В 1992 году на неделе высокой моды в Париже Versace представил свою новую коллекцию. Классические черные брюки и ярко-малиновые пиджаки. Именно они по непонятным причинам и стали визитной карточкой всех новых русских. 1996 год. Президент Борис Ельцин произнес фразу, которая объяснила все проблемы россиян. Во всем виноват Чубайц. После этих слов первого вице-премьера отправили в отставку. За один концерт продюсер мог заработать до 50 тысяч долларов. Учив деньги, он в первую очередь расплачивался с крыши. На это уходило от 50 до 80 процентов. На руках у продюсера оставалось примерно 15 тысяч долларов. Из этой суммы артисту перепадало в лучшем случае полторы тысячи. И еще тысяча уходила на музыкантов. Оставшаяся сумма была кровным заработком продюсера. Когда группа «Ласковый май» достигла пика своей популярности, продюсер Андрея Разина постоянно навещали серьезные люди, которые диктовали ему, сколько и кому он должен заплатить, чтобы концерт группы состоялся, и артисты уехали домой живые и здоровые. Моя задача была работать с бандитами и убеждать их в том, что у меня все-таки крыша круче и получше по организованию, и что нападение на группу «Ласковый май» может поставить крест на полностью, на всем движении, кто это сделал. Поэтому в этом отношении я благодарен комитету государственной безопасности, который меня вывели на «Атарик». И я работал под хорошим, надежным прикрытием. Официально «Атарик» Квантришвили – основатель благотворительной ассоциации 21 век и партии спортсменов России. Неофициально – крестный отец всех эстрадных звезд в начале 90-х. Продюсер просто приходил к «Атаре» со своим вопросом. И это уже было гарантом того, что его проблема будет решена. «Атарик» нам покровительствовал и помогал и в организации концерта, и в организации самообороны и самозащиты. Потому что достаточно было ему сказать какие-то веские слова, чтобы нас оставили в покое и не трогали. «Атарик» умел расположить к себе и бывших спортсменов, и политиков, и артистов. Авторитет Квантришвили был огромен. Именно он навел порядок в сложных отношениях – малиновых пиджаков, новоявленных звезд и ушлых продюсеров. Он придумал идеальную схему работы. За покровительство артистам продюсеры напрямую не платили Квантришвили. Зато раз в полгода участвовали в его благотворительных концертах. Мы приезжали в какой-нибудь город, и те 20%, которые положено было от нашей суммы платить концертно-звездочной дирекции «Москва», а также ассоциации 21 век, которой руководил «Атарик», мы по его просьбе перечисляли эти деньги, непосредственно передавали эти деньги тем спортсменам и тем людям в том регионе, в котором проживали эти спортсмены. Покровительство Квантришвили распространялось только на концертную и гастрольную деятельность артистов. А вот для того, чтобы продвинуть своего артиста на телевидении, продюсеру нужно было договариваться совсем с другими людьми. Они уже носили пиджаки другого цвета, но сути это не меняло. Концерта привез в мешок, и сразу, не заходя домой, отвез его с поезда прям сразу раз, и туда, на телевидение. Ну, так и было. И были ситуации, я не буду сейчас называть имен, но была вот известнейшая, скажу так, известнейшая программа, и было две структуры, которые одну неделю одна структура делала программа, а вторую неделю другая структура делала. Однажды мне позвонили и сказали, слышь ты, дальше не буду вспоминать, как меня назвали, если ты к ним пойдешь, а не к нам пойдешь, ну, с деньгами имеется в виду, то ай-яй-яй будет плохо. Придем к тебе по адресу. И назвали адрес, где я сидел испуганный. В 90-е в шоу-бизнесе выживал тот, кто сумел приспособиться к новым правилам игры. Только в этом случае артист попадал на телевидение. Ему позволяли ездить с гастролями, зарабатывать деньги. И только в этом случае он оставался жив. Смотрите сразу после рекламы. Как собрать в своем городе состав популярной группы? Солистку красили в белый цвет, но там с трибунта не видно. О каком лице говорили? Организовать стадионник без музыкантов. Стоял магнитофон, а они его нажимали в кл. На картонках и на фанерках были нарисованы клавиши, и он долбил по ним. И выступить, даже если звучит не твоя фонограмма. Объявляет Бреснякова, включая фонограмму, а там звучит музыка Кати Семенович, чтоб не пил, не курил. Зачем? В 1993 году в Хабаровск со своим сольным концертом приезжает певец Виктор Чайка. Его «Мона Лиза» на пике популярности и звучит из всех кассетников, даже в отдаленных уголках страны. По дороге в местный концертный зал Виктор не без удовольствия замечает, что по всему городу развешаны его афиши. Но на удивление певца немного пожелтевшие. Висит уже немножко пожелтевшая моя афиша. Моя. Моя фотография на афише. Я говорю, а вот, вы знаете, сборов нету, потому что вы столько месяц назад уже отработали здесь на стадионе как месяц. Я не... Ну как? Вот были концерты, все, все, все. Никто, ни организаторы концерта, ни зрители даже не заметили разницы. Липовый Виктор Чайка просто принес с собой кассету с песнями артиста и под фанеру отработал весь концерт. Вместе со славой реального Чайки двойник собрал приличный сумму денег за свое псевдотворчество. Любой человек взял в флорке купил мои записи, отрастил волосы, напечатал афишу с фотографией Виктора Чайка, продал билет и приехал, кто там видит, включил фонограмму, пою я. Я дизал себе прекраснейшим образом роты. Я с этим постоянно сталкивался. И все артисты, и высшими орангами, и более звездные. Концерт в Хабаровске Чайка отменил. В Москву вернулся с пустыми руками, да еще за свой счет. После этого случая Виктор решил кардинально изменить свой имидж. Артист коротко подстригся и стал чаще появляться на телевидении. Составы одноневки меняются каждый месяц. Это время, когда те, у кого не было голоса, но была мечта выйти на сцену, наконец-то получили такую возможность. Простой девушке Маше, например, из Астрахани достаточно было выкрасить волосы в белый цвет, сделать яркий макияж, и она в ту же секунду превращалась в солистку группы «Мираж» Наталью Витлицкую, Татьяну Овсиенко или Ирину Салтыкову. Идет продюсер, навстречу ему старушка. В вытянутой руке кружка, в голове у коммерсанта пронеслось одинокая старость, рыночные цены, нищенская пенсия. Продюсер достал из кармана пятака, кинул бабки в кружку и тут же услышал истошный крик в спину. Ира, ты что мне в сметану кинул? В 90-е годы там был такой паноптикум, когда мне говорили, что где-то там, ну я не знаю, на другой части нашей родины, где-то там Хабаровский край или Казахстан. Там какой-то мираж, который набирали просто местными средствами из города, который там работал и чуть ли не стадионы. То есть просто солистку красили в белый цвет, но там с трибун-то не видно. Под фанеру гастролировали по России многочисленные составы коллектива «Ласковый май» перед концертом в каком-нибудь провинциальном городе за кулисами ставили магнитофон, а когда очередной состав группы выходил на сцену, нажималась кнопка «вкл» и из динамиков доносился «Розовый вечер» или «Белые розы». Я ездил от Саратовской филармонии с двумя траллерами аппаратуры. 50 тонн. Эту аппаратуру надо было установить. 40 человек на гастролях, включая техников, которые обслуживают аппаратуру. И разин, которого я увидел в Астрахани с группой «Ласковый май». У них на сцене прямо зала филармонии астраханского стоял магнитофон, а они его нажимали «вкл». На картонках и на фанерках были нарисованы клавиши, и он долбил по ним. Увидев такое, музыкант Саратовской филармонии Барри Алибасов испытал шок. В соседнем зале, где на сцене была лучшая для того времени музыкальная аппаратура, сидело не больше 10 человек. Зато фанерный концерт «Ласкового мая» собрал сотни. Тем, кому не хватало места, толпились между рядами. Тогда-то Алибасов понял, что на эстраде настало новое время. Из филармонии Алибасов ушел и создал коллектив, который отвечал бы требованиям времени. Так появилась группа «Нана». В 1992 году зарплата рядового инженера была 120 рублей. Артист за один стадионник мог собрать до 50 тысяч долларов. После такого выступления он вполне мог позволить себе 70 машин полка. В 1993 году у самых продвинутых новых русских впервые появился спутниковый телефон. В отличие от сотового он мог принимать сигналы по всей России. Но если абонентская плата за сотовый была 500 долларов в месяц, то за спутниковую связь нужно было выложить не менее трех тысяч. Эта сумма приравнивалась к зарплате летчика, полученной за два года службы. В конце 1993 года на пост председателя правительства Российской Федерации приходит Виктор Черномыльдин. Первое заседание новый глава правительства закончил такой фразой «На любом языке я умею говорить со всеми, но этим инструментом я стараюсь не пользоваться». Этой фразой он навсегда вписал себя в список самых остроумных людей России. На все города артистов все равно не хватало, поэтому продюсеры делили между собой площадки, разбив их на так называемые территории чёса. Каждому серьезному артисту нарезалась своя территория, например, от Воронежа до Одессы или от Киева до Иркутска. И эти четкие границы он должен был соблюдать, ведь за ними уже была не его территория. Начался чёс, так называемый чёс, это когда собирались 2-3-4 более-менее известных персонали из артистического мира и ехали долго-долго каждый день концерты, причем концерты сегодня на стадионе, завтра в красном уголке, послезавтра еще где-то, в перемешку, лишь бы каким-то образом там могли заплатить. Музыка гремит, на сцене звезда, что еще нужно публике, которая своего артиста ближе, чем на расстоянии 15 метров, никогда не видела. Потусоваться под любимой мелодией. Вот и все. Все в этой неразберихе ошибались с фонограммой, заедала, рвалась пленка, были же пленки, возили свои большие магнитофоны. Являет Преснякова, включаясь фонограмму, а там звучит музыка Кати Семеновича, чтоб не пил, не курил, знаете, я кричал, Володя в шоке, что? А публика кайфует, Станек. Смотрите сразу после рекламы, как шоу-бизнес стал политкорректным. Да, там предвыборная компания за бабло, все в очереди стоят. Короче говоря, двое суток никого не было, но я думаю, надо идти петь. А сами политики спустились с трибун на сцену. Шоу-бизнес 90-х предвыборный или придворный? И ничего не надо было, потому что всем, в принципе, было обеспечено на тот момент. 3 октября 1993 года Верховный Совет России объявляет импичмент президенту Борису Ельцину. Депутаты должны принять решение, останется ли реформатор Ельцину власти или страна вернется к старому политическому устрою. Заседание длится до поздней ночи. Никто из депутатов не покидает Белый дом. На следующий день, 4 октября, президент Ельцин принимает решение штурмовать дом правительства. В 7 утра к зданию стягивают военную технику. Александр Рудской призывает главком ОВВС бомбить Кремль. В это время на Манежной площади собираются сторонники Руслана Хасбулатова. Площадь перед Белым домом и Васильевский спуск занимают сторонники президента. На Васильевском спуске собрались ельцинцы на Манежной, которые потом удачно забетонировали стеклом, чтобы не собирался народ, собирались Хасбулатовцы. Их разделяла Красная площадь. В этот вечер все ждут решения Верховного Совета. В штабе Ельцина решают как-то подбодрить сторонников президента, которых на Васильевском спуске собралось несколько тысяч. Всего за час там сооружают небольшую сцену и начинают вызванивать артистов. Но почти у всех находятся веские причины для отказа. Никому не хотелось в одно мгновение закончить свою карьеру выступлением на площадке, которая потом может оказаться вражеской. Звонят. Мы как раз записывали песню «Упала шляпа» в студии и говорят «Вот мы вторые сутки стоим, ни один артист не едет». Я говорю «Почему?» «Ну, у одного гастроли на Марсе, у другого там в Марианской впадине, у третьего на Луну улетел». Исчезли артисты, не могут, заняты. Ну, правда, ну, это порода наша артистическая, когда там предвыборная кампания за бабло, все в очереди стоят. Короче говоря, двое суток никого не было. Ну, я думаю, надо и теперь». Барри Алибасов оказался в трудной ситуации. Если Ельцина снимут, то выступление группы «Нана» на Васильевском спуске может оказаться последним в их творческой карьере. Но тогда же Алибасов понимал, что вместе с президентом уйдет и та свобода, которую получили артисты и продюсеры в условиях зарождающегося шоу-бизнеса. После минуты раздумья Алибасов собрал ребят и приехал в Васильевский спуск. Группа «Нана» поднялась на сцену. Концерт начался. Мы поем свои песни веселые, задушевные «Кто лучше эскимос и папуас или шляпа». И вдруг объявляют импичмент не прошел, не проголосовали. А-а-а, толпа, сейчас Бориса Николаевича ждут минуту на секунду. Мы тут поем «Крошка моя» песню, твист. Выходит Борис Николаевич, взбирается, не знаю, как он там не смял малюсенького совсем Гайдара, забрался так. И с одной стороны Гайдар повис у него на руке, с другой стороны Левкин висит. «Борис Николаевич, мы вас любим висит у него на ручищах». Я говорю, «Молодец, правильные слова, говоришь вовремя». Вряд ли в тот день Алибасов думал о пиаре своей группы. Он просто принял решение оказаться в нужное время в нужном месте. Именно это выступление Нана показало, что шоу-бизнесу и политике отныне по пути. С 1993 года артисты стали внушительной политической силой. Теперь предвыборные кампании напоминали не то партийный съезд, не то концертное шоу. 16 июня выборы президента России. В 1996 году, когда пришло время новых президентских выборов, Борис Гельцин вместе уже с целым самолетом артистов летал по российским городам и весям. Давай, давай, Борис, давай, Борис, Борис, тебя дорога ввысь ведет не в первый раз. Поторопись, Борис, давай, Борис, напис, исполни песню президентскую для нас. Президентский самолет, самолет там охраны или там целых там кто там прилипал и кто там не знает. И самолет разгильдяев артистов, пьяный самолет просто конкретный. Там такое творилось, потому что выданы были помимо того, что гонорары, плюс еще выданы были продукты, алкоголь, что хочешь. И вот в этом самолете просто было такое веселье, но это незабываемые времена. Это было классно, потому что такой рок-н-ролл настоящий, то есть все ребята, Мазай, Пресняков, все Маликов, все Маша Распутина, ой, потом нас там тормознули, где-то мы там в аэропорту, где-то там на летном поле лежали, кто лежит, кто футбол играет, кто чего, ждем сигнала, раз, отмашка, полетели опять в какой-то другой город. Найна Иосифов снова выглядывает утром из кремлевского окна и кричит, Борис, ты видел, что Москварику заасфальтировали? Это я, понимаешь, распорядился, чтобы Зюганов на Авроле к Кремлю не подплыл. По сей день ту предвыборную кампанию Евгений Осин вспоминает, как самое веселое и авантюрное время. Каждый концерт в Новом Городе артисты открывали как в первый раз. На одном из таких выступлений симпровизировал и сам кандидат в президенты. Я танцую, у меня танец, я не думаю ни о чем. А тут Борис Николаевич сбоку так раз, выбегает и начинает танцевать. Я поворачиваюсь, Борис Николаевич танцует. Ну и мы с ним вместе твиста нарезали. Это было весело. И тогда он сказал, уважаемые россияне, надо победить с первого тура, понимаешь. Ну с первого тура мы не победили, а вот со второго уже победили. Ялта, где растет золотой виноград. Мало кто знает, что тогда у Бориса Ельцина были серьезные проблемы с сердцем. И врачи, увидев такой твист, впали бы в шок. Но Ельцин не мог просто стоять за кулисами в то время, как народ радостно подпевал песням Жени Осина. Это было время новых обещаний и заводного рок-н-ролла. А главным рок-н-ролльщиком страны был сам Борис Николаевич. В 1992 году поддержанный компьютер, купленный в Америке за несколько сотен долларов, в России можно было обменять на полноценную двухэтажную дачу и земельный участок в шесть соток. В 1995 году вышел первый номер русской версии эротического журнала Playboy. На его обложке красовалась джазовая певица Маша Тарасевич. Полуобнаженную модель, которая позировала на фоне станции метро площадь революции, милицейский патруль сначала принял за девушку легкого поведения. Но, увидев фотографа и свиту, пожелали Маше хорошей фотосессии. В 1996 году на заседании своего избирательного штаба кандидат Ельцин произнес фразу, которая всем объяснила, кто в доме хозяин. В победе не сомневаюсь, слабонервных прошу не суетиться и пусть они там не торопятся со сменой портретов, понимаешь? Политика и шоу-бизнес переплелись окончательно. После выигранных выборов Борис Ельцин по-царски отблагодарил Барри Алибасова и его артистов. Теперь в группе На-На везде горел зеленый свет. Деньги бешеные, мы со Славкой приезжали с гастролей. Да, о, мы находили по клубам. Нам уже скучно, нам уже некуда их девать, Берем по 20 тысяч долларов по карманам и гулять. Сначала берем водочки, закуски и идем к памятнику Пушкина. Там бомжи собираются, с бомжами пообщаемся, им там денег дадим. Потом по ночным клубам, вот кто быстрее 20-й заводчик тратит. В течение 3-4 месяцев можно накопить был на квартиру. Такая бесшабашность пришлась по душе всем. И публике, и авторитетам, и депутатам. Которые раздавали на концертах программы своих партий и развешивали плакаты с призывами. Я, например, участвовал во многих политических событиях того времени, но никогда с копом и кучкой. Вся политика вот была здесь у меня, в квартире. И все политики. Так политика незаметно стала неотъемлемой частью шоу-бизнеса. И наоборот. Депутаты и музыканты теперь встречались на одних тусовках. Участвовали в одних концертах. Музыкальная солянка постепенно стала музыкально-политической. Смотрите сразу после рекламы. Запрещенные в 80-х, свободные в 90-х. Шифут услышал? Нет, послушай. Какие-то жуткие, проклятые мигранты вдруг начинают становиться популярным. Как музыкальные мигранты возвращались на родину. Я отпел концерт полный, где у меня был оркестр. И они, когда начинали играть вступление, то люди уже аплодировали, знали каждую песню. И становились народными любимцами. Как у боителей в России вечером. В 90-е обратно в Россию хлынула волна возвращенцев. Тех, кого по политическим или другим соображениям вынудили уехать за границу еще в 80-е. Но спустя 10 лет по стране стремительно расходятся пиратские записи, малоизвестных и запрещенных Шифутинского, Токарева и Успенской. Мы о них только слышали, что они где-то там продали родину, где-то живут за границей в жуткой, в жуткой, на каком-то Брайтоне страшном. И выступают в ресторанах. И вдруг у всех начинает звучать эта музыка. И эта музыка становится нашей народной. Мы по-русски поют. Поют про то, что я маленький такой, небоскребы-небоскребы. А я маленький, какой он маленький, какие небоскребы. Почему по-русски? Я живет в Нью-Йорке. Все непонятно. И вдруг россияне открыли для себя, что злые эмигранты поют на их родном языке. И тогда эта музыка зазвучала изо всех окон советских пятиэтажек. Сынок нового русского беседует с отцом. Ты ведь часто бываешь за границей, папочка. Да, сынок. Тогда назови мне реку в Германии. Как ты хочешь, чтобы я ее назвал? За милых дам, за милых дам, мой первый тост. Кто ты дам, без милых дам, без милых дам. Как ты не можешь, не знаю сам ли. Когда-то начинает всем нравиться. Начинает все меняться. Ты слушал Токарева? Нет. Кто такой Токарева? Нет. Ам-там-там, Шифутин, Шифуту слушал. Нет, послушай. Какие-то жуткие, проклятые эмигранты вдруг начинают, становятся популярны. Михаил Шифутинский одним из первых возвращается из сытой и солнечной Калифорнии в суматошную Москву. Сначала приезжает с концертом, но сразу после него певец задает себе вопрос. А стоит ли уезжать снова? Когда я вышел в Киеве, я стоял за кулисами перед выходом на сцену. Я услышал этот гул толпы десятитысячной. Я услышал вот эти микробы в воздухе, они моментально в меня попали. Я ими заразился и заболел. И когда я вышел, и когда я отпел концерт полный, где у меня был оркестр, и они когда начинали играть вступление, то люди уже аплодировали, знали каждую песню. И меня это так потрясло, и настолько меня это убедило, что мне даже не надо было уезжать. Когда-то это была запрещенная музыка. Ее, опасаясь, привозили из-за границы и прятали в шкафах. А слушали ночью, собираясь у кого-нибудь в квартире. Саша Буйнов принес запись Вели Токарева. И мы реально подсели на эту музыку. Она была и вроде родная, наша, но как-то по-американски, как-то не совсем, не совсем. И мы даже начали копировать. В 1993 году на экраны вышел самый дорогой для того времени эстрадный клип. Видео на песню певицы Лики «Пусть пройдет дождь» длилось всего 4 минуты и стоило 40 тысяч долларов. Именно столько нужно было денег, чтобы приватизировать домостроительный комбинат областного значения. В 1993 году в ДК имени Ленина открылся первый ночной клуб «Пилот». Вход в клуб по тем временам стоит прилично – около 50 рублей. Через несколько дней в одной из ветеранских газет кто-то, не разобравшись, написал возмущенную заметку. Почему для ветеранов советской авиации не предусмотрены льготные абонементы в клуб? В 1996 году, когда обсуждался вопрос о вступлении России в Евросоюз, председатель правительства Виктор Черномырдин прокомментировал эту инициативу так. «Мы никуда не вступаем, да нам и нельзя вступать. Как начнем вступать, так обязательно на что-нибудь наступим». Этот хит 90-х композитор Александр Добронравов написал в музыкальной миграции, в Америке. Туда он уехал в начале 95-го года записать несколько песен. Так сложилось, что остался почти на два года. Музыкант Александр Добронравов наступление эпохи шансона ждал с начала 90-х, когда он еще был участником коллектива «Веселых ребят». После развала Союза артистам приходилось жить по закону джунглей, где каждый сам за себя. Сытую на гастроли эпоху 80-х сменили голодные и опасные 90-е. В 90-х у нас был ЧОС, представляете? То есть у нас были дворцы спорта, стадионы открытые, закрытые. Зимой дворцы спорта закрытые, летом стадионы открытые. Это уникально. И приходили люди, понимаете? То есть они знали и шли, ну это были кассовые концерты. А после 91-го года, вот то, о чем я говорил так долго и так детально, вот два трейлера, лазеры, просто это все нерентабельно, все поднялось. Цены поднялись, провоз, проезд, аренда и так далее, все. Тогда Александр понял, что теперь он предоставлен сам себе. Вместе с певцом Сергеем Крыловым он придумал программу и поехал в гастроли-тур. Концерты, стадионники и все атрибуты жизни в условиях нового шоу-бизнеса. Я помню, мы столько объездили, и там и та братва, и эта братва, и все. И то есть у меня нету никакого негатива даже к этому. Для меня это новая Россия, то есть Америка, а потом это. И так я понял, что ну да, будем работать. Смотрите сразу после рекламы. Кто поддержит звезду в случае падения? Мы своих охранников возили 8 человек, которые должны были управлять местной охраной. И чем приходится платить за счастливый шанс? Только подальше от продолжения банкета. Потому что нам продолжать банкет... 90-е – время нечаянных успехов, когда можно было вечером спеть одну песню, а утром уже проснуться звездой. Никаких кастингов, никаких продюсеров и раскруток. Только ты и удача, которую удалось поймать за хвост. Всего раз молодая учительница из Дзержинска Наталья Рудина исполнила на школьном концерте дворовую песню «Ветер с моря дух». Знакомые музыканты впечатлились вокальными данными Наташи и пригласили девушку с солисткой в свою группу. Что-то типа такое, что-то типа миража у нас получилось. Вот. И был рок-фестиваль, где мы выступили. Нужна была короткая юбка, распущенные волосы, что недопустимо было в музыкальной школе, в вокальном ансамбле. Я все это распустила, а когда вышла, я почувствовала себя, ну, я не знаю, как на панели. Организаторы фестиваля оказались весьма влиятельными в Дзержинске людьми. Скромную учительницу они приметили и вскоре обратились к ней с предложением записать собственный альбом в Москве. Вскоре отовсюду зазвучал новый хит певицы Натали «Ветер с моря дух». И вереницей понеслись концерты. Но выступать Натали приходилось не только перед огромными стадионами, но и в уютных ресторанах, и на частных корпоративах. Однажды Натали приняла предложение спеть на одном из таких частных вечеров. Еду, а я не знаю, я еду для публики на вечеринку корпоративную. Но там сборище авторитетов со всей области. Я же об этом не знаю. И это только на определенном этапе, когда певица не хочет петь в третий раз, потому что я уже вижу, что происходит такое опьянение на банкете, и что нужно уезжать. Но уехать так просто, не спев, четвертый раз «Ветер с моря дул» не получилось. Серьезные ребята хотели продолжение банкета и для убедительности потянулись за пистолетами. Новый русский на заправке читает инструкцию по пользованию бензоколонкой. Достаньте пистолет, Новый русский достает из кобуры Макаров. Вставьте пистолет в бак, Новый русский вставляет пистолет в бак. А теперь нажмите. Но когда ребята в малиновых пиджаках действительно достали оружие, Натали поняла, что дело плохо. Им же надо показать себя и надо сказать, что люди не кто, кто рядом с тобой находится. Им же надо показать, что ты останешься. А вот, поэтому досталось оружие, о котором я и не знала. Вот и все, и было страшно. С 1992 года по 1994 в России в ходу ваучеры. Именно таким способом решено было поделить среди россиян социалистическую собственность. Скупщикам в метро их можно было продать за 10 тысяч рублей, Что равнялось всего 70 долларам. Сегодня у коллекционеров один ваучер образца 1992 года стоит от 3 до 5 тысяч долларов. В 1993 году в России на прилавках появились шоколадные яйца с игрушкой, Внутри которой назывались киндер-сюрпризы. С 1998 года именно так стали называть молодых политиков, Которым было поручено проведение реформ. 1998 год. Страна живет от одного иностранного транша до другого. Именно в это время на очередном заседании правительства Президент Ельцин произнес крылатую фразу, Которая сразу объяснила, почему бюджетникам не платят зарплаты. Прислали деньги, а куда они делись, черт их знает. Избежать таких конфликтов в начале 90-х было просто невозможно. Каждый раз приходилось выкручиваться, убегать через черный ход, Иногда даже не попрощавшись. Пока публика не захотела продолжения банкета. Увозите, увозите нас, красавицы. Выступили мы и увозите нас подальше в любые условия. Только подальше от продолжения банкета. Потому что нам продолжать банкет опасно. Именно поэтому перед каждым выступлением Продюсер договаривался с местным авторитетом и платил ему. Это было гарантом того, что звезду не обидит. К тому же почти все артисты к тому времени обзавелись личной охраной. Рослый парень, бывший десантник или морпех в черном строгом костюме Не отходил от звезды ни на шаг и все понимал без слов. Мы своих охранников возили 8 человек, которые должны были управлять местной охраной. Это так сказать взводные типа или там ротные. 90-е это время крутых парней и легких денег. Когда простые ребята в тренировочных штанах вдруг становились крутыми авторитетами. А любая девочка из Краснодара или Владивостока могла попасть в Москву на заветную сцену. В 90-е было не важно, кто ты, откуда, какое у тебя образование. Главное вытянуть свой счастливый билет. За 10 лет существования российского шоу-бизнеса. Группа «Ласковый май» продала на свои выступления 47 миллионов билетов. Даже легендарный коллектив «Битлз» продал меньше. Повторить такой феноменальный успех в России пока не удавалось ни одному исполнителю. Каждый третий житель страны хоть раз, но был на концерте группы. Самым богатым продюсером по-прежнему считается Андрей Разин. За время популярности своей группы он заработал около 10 миллионов долларов. Запрещенные исполнители блатых и дворовых песен стали законодателями нового жанра на российской эстраде – шансона. А самым продаваемым шансонье до сих пор остается Михаил Шуфутинский. 45 альбомов и сборников принесли певцу полмиллиона долларов. В 1996 году Борис Ельцин победил на президентских выборах. В его предвыборной кампании приняли участие почти все звезды российской эстрады. Правда, набрал Ельцин всего 60% голосов, но ни один кандидат в президенты с тех пор не был так популярен среди артистов. Таким было это время. Время надежд и время перемен. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова